Stand up on my home Вокруг тебя всегда куча баб Всегда Ну нет, постой, я сейчас никого не найду себе тогда Правильно, все тебе по делам будет Дамочки, давайте, налетайте Такое ощущение, что ты заплатил мне за интервью Ты сидишь дома, я даю тебе деньги, все Высокомерный самец Моя мама говорит, что я находка для женщин Это что за любовь такая? Потому что вы мужики все охреневшие, понятно вам? Меня просто должны обнять, как котенка, и сказать, я с тобой И все Камон Знаешь, что я не прошу ее чморить Ты такой красивый А знаешь, вот я слежу за тобой Вот что с тобой не так? Я знаю, что я талантливый, честно Я очень крутой MC Если ты не готов умереть за человека, ты его не любишь Все Пытай, сейчас все женщины, которые на тебя смотрят, ревнули Ты хочешь переехать в Дубай? А что делать-то будем? Как девчонку будем искать? Всем привет, меня зовут Марина Филатова, это проект «В сетях» И сегодня в программе «Что с тобой не так?» Холостяк Виталий Мак Ой, смотри, холостяк Виталий Мак А я о чем, понимаешь? Рифма сразу же, просто мгновенно Как тебя назвать-то хоть? Виталий Мак? Давай Виталий Мак Че тебе не нравится? Макаренко Че тебе фамилия не нравится? Я Мак, Мак, Мак Виталий Мак Виталя, Виталий? Виталий Мак Давай Виталия Мак, Виталия Мак Ну привет Это еще и рифма, представляешь? Холостяк Виталий Мак А вообще, тебя когда называют холостяком, ты как себя чувствуешь в этот момент? Неловко почему я на самом деле очень скромный не такой как в соцсетях не такой как на работе и я вообще очень сильно смущаюсь когда ко мне подходят люди девушки знакомиться со мной я такой типа come on вот и коль на то пошло я наверное перестал уже давно быть хотеть быть холостяком это будет так правильно я не понимаю если честно мне кажется когда передо мной сидит красивый парень молодой 26 лет свободный креативный мне кажется холостяк отчасти звучит как комплимент даже некий но все большинство вернее ребят которых я встречаю похожих на тебя они они все смущаются всем хотя все хотят как можно скорее уже связать себя со своей второй половинкой найти ее и вычислил видишь это приходит со временем если бы мне сейчас было например 22 года я бы кричал сам я уехала стак давайте налетайте но когда у тебя в жизни происходят определенные периоды ты достигаешь на не знаю может быть какого-то пика эмоционального может быть и попробовал в жизни все уже либо ты занимаешься той профессии где тебя окружает очень много женщин тогда ты начинаешь понимать немножко другие ценности и ты в приоритет ставишь абсолютно другие ценности у тебя много женщин на работе иногда чересчур расскажи вкратце о своей деятельности я эмси это что давай для тех людей которые не знают кто такие эмси я там одна в ночном клубе так в общем ведущий ночных мероприятий человек который с качества микрофоном задает вам настроение наверно этому основная моя профессия но вот так вот плюс еще занимаюсь сейчас пару проектов пока не хочу про них рассказывать самое-то главное это не сказал где ты а ну да и я живу уже года в дубае я переехал в дубай и я ты сразу обращаешься к потенциальной девушки своей не могу понять почему ты смотришь камеру ты сразу объясняешь туда да ты хочешь переехать другой это стандартная фраза виталия но мне кажется что не так-то все и просто ты сейчас прилетел в екатеринбург познакомишься здесь девочка на тебе понравится что хочешь сказать прямо возьмешь ее и отвезешь в дубай почему нет война но серьезно слушай для любви нет вообще никаких границ абсолютно кроме расстояния я не против но я могу сказать одно в дубае женщины себе не найду это стоп почему ну потому что 80 процентов женщин которые находятся в дубае ну ладно не 80 но 70 процентов точно которые находятся в дубае приезжают туда ради заработка не ради чувств не ради не знаю не ради любви точно не ради они приезжают туда для другого они приезжают сколотить бабок может быть найти себе спонсора побогаче и но это не моя история подожди а если мы говорим о том что девчонки приезжают просто отдохнуть ты работаешь в клубе они приезжают на чисто потусить на неделю почему бы нет мы же говорим не только о тех кто долгое время находится в эмиратах кто-то может приехать на короткий промежуток времени познакомиться флюиды курортный роман курортный роман может девушка отдыхать из иркутска вы с ней познакомитесь и она заберет тебя в иркут почему нет я с удовольствием то есть вполне в руку в иркутске нет в начнем с того что я не уеду за ней но наверное на данный момент я могу сказать что в иркутск бы я не поехал за девушкой я бы скорее всего сделал бы все чтобы девушка из иркутска переехала ко мне вот но сам бы нет нет не поехал любовь для тебя это такое сильное чувство ради него ты готов на все любовь то главное чувство которое вообще в принципе может быть я мне сейчас так неловко на самом деле потому что ты пьешь джин и еще недостаточно много да я еще недостаточно много выпил я буду первым холостяком который не стесняется это вода я могу выпить создать для этого это приехал в екатеринбург чтобы пить потусить и отдохнуть хорошо какие у тебя план сколько ты живешь уже в дубае сегодня год а ты сегодня ровно год выбьем за это 28 число сегодня год как я переехал в арабские эмираты ты себя чувствуешь там своим или все-таки тебя еще сложно принять от себя там чувствую дома я могу так сказать как ты на самом деле мне без разницы но в том плане свой дом мне кажется ты сам делаешь то есть точнее вот место которое ты можешь назвать домом это зависит уже непосредственно тебя то есть если до этого жил на сортировке своей собственной квартире я был полностью доволен меня то есть мне устраивал мой диван меня устраивал что я купил телевизор знаешь я заходил несмотря на то что это сортировка у меня там был вид на сгорелый дом но это был мой дом то есть знаешь мне комфортно было там сейчас переехал в дубай мне там очень комфортно я возвращаюсь с удовольствием вот но уезжать каждый раз тяжело уезжать из екатеринбурга я думаю не столь и из екатеринбурга сколько от семьи и от близких но ты думаешь о том что сюда ты еще вернешься ты исключаешь этот вариант он возможен но я не думаю что екатеринбург вероятнее всего что если буду возвращаться то возвращаться москву ну дубая есть перспективы безусловно если их там не было я бы там не оставался хорошо здесь ты поработал уехал в эмираты сейчас-то там себя максимально реализуешь вот за этот год ты много чего сделал как ты думаешь меньше чем хотелось бы что тебе не позволило выжать из себя все сотни банальная линия усталость я направлял свою энергию не в то русло я так скажу и какое русло ты направляешь свою энергию а мы к этому вернемся наверное ну не знаю но наверное я больше думал об отношениях нежели саморазвитие я вообще такой человек который если вступаю в отношения я забиваю на себя к сожалению и начинаю думать максимально о человеке и же может и круто что ты сейчас наоборот свободно и тебе надо принять этот факт и развиваться вкладывать все силы в себя безусловно а ты все ищешь тебе надо отношения 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 может быть наоборот расслабиться выдохнуть и кайфовать я расслабился выдохнул покайфовал не хватит достаточно максимально быстро думаешь если у тебя будут отношения ты большего сможешь добиться да они меня крыльяют с правильной женщины что-то типа но и даже знаешь вот начало отношений когда ты когда ты по максимальному влюблен когда вот этот конфет на букетный период ты начинаешь мысли по-другому у тебя мозг начинает работать в два раза лучше два раза быстрее смотри хорошо потом получается так что это влюбленность окрыленность она проходит и получается немного другие отношения не факт в твоем случае может быть так что все отношения с летали маг это сплошные это знаешь когда фильме смешано все наверно и комедия и драма и боевик и я не знаю что там еще мелодрама ки еще у нас есть сюжеты в общем все подряд весь спектр эмоций абсолютно я водолей и я я я мужик но я верю в гороскопы если я их не читаю там прогнозы на день но описание знаков очень точно подходит к людям ну что там про тебя сказано что про мне сказано в знаках гороскопа можете прочитать просто не ну скажи сам я типичный водолей но я очень эмоциональный я безумно добрый чересчур добрый хотя на самом деле я максимально стараюсь не показывать людям я это будет очень тяжело звучать наверное со стороны мужика но я ранимый то есть есть периоды в жизни когда я тоже устаю и мне нужна поддержка когда мне надо прийти домой просто я не знаю завалится в кровать меня просто должны обнять как котенка и сказать я с тобой и все и вот тогда тогда это будет самое прекрасное отношение как герой романа возможно я всегда им хотел что-то мы про водолеев в отрицательных каких-нибудь сторонах то есть что-нибудь у нас самое наверное главная отрицательная черта по моему мнению по мнению моей матери водолеи это я разрываюсь на всех водолей всегда спасатель мы еще говорят что для водолеев характерная история когда вы все внимание должно сконцентрироваться на них на них неправда ну и фото да тебе это неважно ну как когда ты в клубе запрыгиваешь на столы собирая вокруг себя толпы людей для тебя это чисто так как моя работа немножко другое я по клубе и другое творил я в клубе флиртую женщинами я не знаю в клубе ко мне пристают много дамы взрослых и предлагаю деньги за секс но это же не значит что мне это нравится я знаю что вообще в принципе ты весьма дерзковатый поехали нет ну серьезно ты очень дерзкий ты такой грубоватый при том в на моей памяти сколько мы с тобой дружим это не зависит от того в каком образе ты находишься тебе есть эта черта безусловно ты добрый ранимый это очень любишь своих близких но в отношении с людьми которых ты только встречаешь особенно девушек ты всегда проявляешь себя как такой прямо брутальный существует только мое мнение ничего больше и так далее и тому подобное давай будем откровенны ты только что сказал что я очень хорошо отношусь к своим близким к своей семье к своим друзьям и но я вообще в принципе социофоб мне очень некомфортно рядом с чужими людьми и наверное вот тут вот это вот и вылазит то что я как ешь знаешь что вот у меня вот эти вот иголки начинает вылазить потому что блин лучше не трогать и не надо если надо я сам с тобой познакомлюсь ну вот это да если ты меня зацепить познакомиться с виталий маг не пишите ему ни в коем разе не подходить да нет да нет почему ко мне можно подойти но просто знаешь когда что надо сказать отказать и подойти чтобы ты иголки свои я очень прямолинейный человек это наверно если подход девочка не очень симпатично ты сразу и скажите подруга иди сначала тут я не буду искать но если мне пахнет изо рта я скажу да слушай извини у тебя изо рта пахнет ужас какой вообще кошмарная программа камон кошмар но смотри ну как же чувство так то элементарно чувство так то какое чувство так то куда ты не можешь быть прямолинейным потому что понимаешь что свои прямолинейности ты можешь задеть человека тем более тебе незнакомого это же не совсем так это не совсем так мы сейчас говорим с тобой про когда пахнет изо рта у человека я скажу просто честный парень я скажу честно и девушка вас пахнет изо рта пойдемте куплю вам жвачку виска к потому что она мне понравилось что происходит вот в этот момент ведь это знаешь история чем чем меньше девушку мы любим тем больше нравимся мы ей каким бы дерзким ты ни был вокруг тебя всегда куча баб но не да не да простой сейчас никого не найду себе тогда понимали так есть это не потому что это девушки которые действительно тебе там нравится либо что-то еще но вокруг тебя всегда их много ты их от себя дерзишь проявляешь себя максимально наглым они все равно вокруг тебя понимаешь по кругу бегают по очереди может им нравится мой образ ну ты вот как сам считаешь что в этом но я я такого что так цепляет девушки я не замечаю этого это будет очень странно звучать на я этого просто не замечаю может быть в 22 года я я так скажу я не был никогда обделен вниманием садике в школе неважно хоть и мне это раньше нравилось сейчас я стараюсь не фокусироваться на этом абсолютно то есть потому что если буду на этом фокусироваться это опять приведет катастрофе какой ну у меня был период когда как правильно так сказать когда ты уже созрел когда ты уже максимально умеешь пользоваться своей харизмой когда ты у тебя подтянутое тело ты молодой у тебя и ты ну пользуешься этим безусловно ты этим пользуешься на тебя обращают внимание девчонки ты такой да малыш там вот и ты распыляешься на ненужных тебе людей наверное именно поэтому я сейчас не подпускаю к себе ненужных людей именно поэтому я сейчас ешь и дерзкий и так далее хорошо но как тогда ты планируешь найти эту девушку которую ты впустишь в свою жизнь если ты изначально принимаешь позицию социофоба тире ежа так это же все видно как она по внутреннему но это по внутреннему состоянию что магнит должен случиться конечно это искра нужно я не знаю это не объяснить это знаешь это то же самое когда я смотрю интервью тебя про холостяков я посмотрел почти все выпуски и все пацаны как одни у меня есть идеал я хочу себе высокую с длинными волосами брюнетку чтобы они были там чтобы не было грудь третьего размера так а понимаешь потом такие люди влюбляются в маленькую полтора метра блондинку с не знаю с веснушками например потому что происходит этот магия поэтому нету в мире нет никакого идеала это случается вот так вот просто слушай сейчас тоже давай убираю этот вот маску свою потому что не надо оценивать людей других вот так как ты это делаешь у тебя все девушки твои что-то я ни разу не видела маруси с веснушками так меня конечно прости у тебя все модели я тебе всегда говорю например виталий типа обрати внимание на эту девочку ты мне говоришь мой фу да нет страшная какая-то я буду она симпатичная просто не в таком вот как бы виде все кто у тебя есть что я ни разу не видела чтобы твоя энергетика с чьей-то энергетикой понимаешь смешалась и женщина красивая абсолютно все но только мне нравится супер красивая это хотела добавить я обращаю внимание на внешность безусловно но слушай если тебе сейчас начну показывать всех своих бывших нет не надо бывших покажем от меня вот кто тебе нравится из девчонок вот типаж какой-нибудь покажи ну просто просто я сейчас тебе покажу девочку которая меня действительно нравится ну обязательно именно дует нет просто можешь показать например да ты видела эти показывал вот она какая пиши и красиво длинноногая худая у нее третий размер груди длинноногая худая она такая вся нет постой не вафел это не то не то не то не то просто я еще повезу со внешностью начнем на самом деле если бы у него была другая внешность я бы на нее все равно обратил внимание потому что чисто внутренняя внутренняя искра да не но мне нравится две девушки они абсолютно разные ну я имею ввиду мне внешне нравится вот в данный момент покажи вот мне одна брюнетка другая блондинка давай брюнетка блондинка с веснушками я надеюсь с волосами тонкими там с целлюлитом на попе нет же конечно нет друзья мы что мы тут видим понимаете вот вам пожалуйста что не не включается бровки сделаны губки сделаны волосы длины она просто следит за собой базара 0 вообще не спорю понятненько прав тот кто счастлив пишет девчонка то с третьим размером груди затем вот сейчас понимаешь кто-то будет искать покажи на то вторую давай какой-нибудь хотя бы есть у тебя на примете девочка не супер с такой шаблонной красотой простая совершенно который реально тебе нравится они обе простые конечно чтобы это девочка одна из самых известных моделей в екатеринбурге не только тебе бы и не понравилось но моя сладкая зубы белые аж синие виталь это не справедливо и сейчас ты мне говоришь что я дерзкий нет покажи мне какую-нибудь девочку которая тебе реально нравится но которая не такая красивая вот есть такая девочка без фоток в голом виде без фестюна на лице нету почему есть нет кого сейчас найдешь соседку сортировки она замужем просто начинаешь я сейчас скажу что они молоды но это это не то чтобы важно но я тебе объясню в таком молодом возрасте они обе а сколько с правильными мыслями 22 1 2 а правильные мысли это какие то что они не хотят ехать в дубай и там зарабатывать не в этом дело но это тоже это ключевой нет они обе пропагандируют семью они обе показывают свою семью так как так как мне бы хотелось это видеть я не знаю может быть конечно это делается целенаправленно да но я общался с одной и общался с другой и это круто ну то есть это реально очень круто потому что многие сейчас молодые девчонки у них в приоритете немножко другое безусловно эти две карьеристки ну я надо карьерист мне не надо карьеристку мне просто не 22 года посмотрите например кого-нибудь постарше но если если бы я нашел кого-то постарше я бы с удовольствием бы мы я тебе просто показал в примеру у них девчонок которые мне первые пришли в голову нет девчонки я абсолютно спокойный хватит оправдываться пусть все сразу видят твое истинное лицо понимаешь что ты оправдываешься перед ними какой у меня тут такой весь мягкий пушистая потом ты знаешь кто я вот это это было один раз виталь ты мне не первый раз уже за эти 15 минут диалога звучал фразу правильная женщина правильные мысли давай еще раз подведем итог вот правильная женщина это что значит правильные мысли это что значит в твоем моем понимании правильная женщина это женщина с правильными приоритетами жизни это что значит это семья это уют это это безусловно карьера я типа я не из тех людей которые скажут я не могу себе пока на на самом деле это еще позволит но даже если бы мог себе позволить я не из тех людей кто скажет ты сидишь дома я даю тебе деньги все типа вот в этого знаешь золотая клетка и они из тех людей девчонки должны заниматься тем что им нравится нам ресницы наращивать да все что угодно неважно ты понимаешь неважно чем-то занимаешься да я про спрашиваю главное то как ты это делаешь но в приоритете у тебя должны быть другие вещи это семья безусловно у женщины у женщины первое место это семья в моем понимании это любой творческий человек переживает некоторые этапы перегорания всегда во что бы то ни стало при любых обстоятельствах когда тебя настигает это состояние что ты делаешь плачу я не знаю сейчас в этом состоянии что это пока вижу только что ты бухаешь извини конечно ну я я обманываю сам себя вот этим вот эти эти от реальности пытаясь уйти от реальности у каждого творческого человека это не то что перегорание это застой о том что все ли я делаю правильно и каждый творческий человек он хочет больше на себя сомневается всегда сомневается в себе вот это это моя это вот прям вот моя я я знаю что и талантливый честно я я знаю что я очень крутой эмси вот я это я это еще 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 да 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 еще там что круто я знаю что я знаю что я могу плите в прийти абсолютно в любой клуб и вечеринка будет точно очень горячий еще давай ну вот видишь все и дальше пошли сомнения но при всем при этом мне не хватает веры в себя помимо твоей деятельности что еще ты делаешь в эмиратах как проходят твои дни сейчас и начал учить английский год в эмиратах я прожил и только полноценно начал учить язык наверное четыре может быть пять месяцев назад до этого взбаться мне чинить по-английски не буду не сейчас не я сейчас не буду шепотом шепотом стендапа моих он ненавижу пустую квартиру это наверное мой самый главный страх вот пустая квартира когда ты приходишь и все вот то есть ты отдал энергию гостям толпа толпа людей знаешь все вокруг тебя все там говорят какой-то крутой там какой у тебя голос там девчонки говорят какой-то красивый а ты приходишь пустую квартиру другое дело когда ты приходишь в квартиру я подхожу прихожу под утро и у тебя лежит женщина поплавком кверху так знаешь ты такой ты так обнимаешь свою девочку прижимаешь и к себе засыпаешь туда сейчас все женщины которые на тебя смотрят ревут мне кажется понимаешь от умиления у них текут слезы и они не представляют что именно они в твоей дубайской квартире в виде поплавка ждут тебя в 5 часов утра с работы но это важно хорошо что тебе мешает выбрать из того количества претенденток которые тебе постоянно пишут в инстаграм я скажу вам больше пишет в инстаграм девчонки реально симпатичные которые хотят познакомиться с виталий каким-то образом через меня прикоснуться к этому самцу эмиратскому хорошо мы откровенно же говорим да смотри марина выкладывает меня в историю говорит девчонки ищем виталия невесту типа чувак очень сильно хочет свадьбу давайте найдем ему невесту бесплатно на секунду это делаю бесплатно на секунду это делаю на что мне начинают писать девчонки разные абсолютно и самое наверное главное что я запомнил когда мне написала девушка я не помнишь из ее внешность она мне пишет привет я готова выйти замуж я занимаюсь спортом бегаю по утрам я сосу я умею готовить все составляющие успешного брака не так делать что тебе не понравилось в сообщении которые ты только что цитировал вот что тебе в нем не понравилось слово сосу слушай но если девчонка говорит сразу же что давай мы с тобой потрахаемся или я тебе уж ты всегда об этом тоже говоришь всегда прямолинейно откровенно на своей странице может быть девочки просто каждый хочет понравится постой постой хотя из того что ты сам транслирует какие цели ты преследуешь замуж девчонку очень непонятно поэтому спадаст постой ну типа вот если она хочет замуж вот если девчонка реально хочет замок я люблю секс но я же обращаю ним секс не главное мне написали типа как надо давай мастер-класс от виталия не буду давать мастер-класс его нету напиши ну скажи вернее хотя бы самый главные вещи на которые ты клюнешь это по-разному не давай пример хотя бы какой-нибудь где в инстаграме это можно написать слушаю мне банально просто ставьте лайки посмотрите на него высокомерный самец типа нет это не высокомерие если мне понравится девчонка я сам напишу так подожди я пытаюсь все уложить в своей голове замужней значит нужно отлайкать сразу несколько твоих фоток ну смотри тем самым ты обращаешь внимание сразу же на девушку который тебе все отлайкал можно комент написать ну смайл обязательно короче обязательно очень банально знакомства 21 веке пару лайков пару лайков всего два так ты не увидишь внутри 4 ok 4 лайк все 4 лайка точно увидеться я не популярный артист у которого там по миллиону лайков 4 лайка можно банально написать привет типа хочу познакомиться до этого достаточно понимаешь но типа это же это же это же это же девочка почему вообще она пишет мне ну потому что вы мужики все охреневшие понятия все такие симпатичные которые работящие реально творческие создаете в эту иллюзию идеальных мужиков через платформу инстаграма а потом будет хрюму я в инстаграме не надо вот эту анти что 90 60 90 и 100 тысяч подписчиков инстаграме в инстаграме я как раз таки создаю образ бабника который там я не знаю которому ничего не надо понимаешь я поэтому пришел на программу показать что на самом деле большинство надо девчонки большинство ведущих на программу потому что ему надо большинство ведущих неправильно воспринимают да это банально марин слушай не надо писать много хорошо что залог успеха а у тебя номер телефона есть да не надо не звонить дорого это в эмираты мешаться наверно будет дорого нет вы хотите позвонить и удивить виталий не стоит потому что на вашем балансе может быть потом в минус я так я не хочу выглядеть высокомерным короче простота залог успеха девчонки 4 лайка но как с тобой вот видели банально когда мы были последний раз шейки когда к тебе подходит полуживая женщина ты такой красивый а знаешь вот я слежу за тобой и вот мне так вот хотелось тобой отлично познакомиться и ты такой ну типа чего ты хочешь от меня нет эта история с тобой согласна когда подходит кто-то к тебе остыдно остыдно мне поговорим про твои отношения которые уже у тебя были ты не любишь эту тему я знаю я не буду тебя мучить но мы все равно ее так или иначе должны с тобой коснуться давай твои последние отношения они не так давно закончились четыре месяца назад сколько они в сумме были я думаю полтора года может чем больше отношения были с девочкой очень красивый целеустремленной яркой и как мне кажется вы вместе были весьма яркой парой но я тоже даже уехали вместе в эмираты ты увез ее в дубай но не сложилось почему не сложилось я не люблю выносить ссоры за сьбы ну то есть это прям мы не будем с тобой входить в детали в какие-то вкратце вот есть два человека им по кайфу друг с другом они на одной волне потом что-то в жизни разъединяем короче от вас что разъединил я не люблю когда говорят они делают давай не будем через позицию я не люблю давай поговорим немного по-другому есть два человека они друг друга любят ты любил да а тебя любили думаю да и потом бац и как-то так получилось что но я как и говорил в начале видео есть приоритеты которые у женщины должны быть на первых местах то есть у твоей экс возлюбленной семья была не на первом месте нет а что было на первом месте карьера ну скорее сюда почему ты не смог с этим поработать где части мне кажется в этом ничего такого плохого нет ты выбирая изначально себе молодую спутницу понимаю что в ее голове туман еще может быть сегодня у него карьера но ты благодаря своей мудрости это не только связано мужчина и женщина может быть и наоборот женщина с мужчина ты не смог может быть как-то вывернуть ее в другое направление доказать что милое отношение важнее чем на какой-то момент я подумал что смог доказать честно я я не хочу разговаривать об этом я не накидываю на себя пуха что вот я я далеко не идеально в отношениях и далеко не идеально но какой-то знаешь не идеальный почему требовательный да я не трех я простой парень почему не идеально простой парень просто ну я хочу немножко другого может чем вот мне кажется что идеальный почему ты считаешь моя мама я вспыльчивый ну что я очень вспыльчивый я нетерпеливый не знаю даже не можешь ударить девушку никогда не можно быть спичем вот ну и если меня завести то очень тяжело остановить потом в общем просто просто наверное я не смог ждать столько времени не смог доказывать устал не так я устал доказывать вот и все я устал доказывать что семья важней я устал доказывать что если мы будем идти параллельно мы добьемся два раза быстрее я очень сильно устал ты понимаешь что возвращаясь к тому о чем мы с тобой начали говорить в самом начале тебе хочется чтобы твоя девушка была связана все равно с какой-либо деятельностью мы должны заниматься тем что и нравится очень часто среди именно такой категории есть карьеристки безусловно карьеристкам всегда очень сложно ставить на первое место семью постой тем более в 22 года сколько было девочки твоей лет 22 22 ну представляешь 22 года это же вот только-только-только марин хорошо я тебе знаешь объясню по-другому как нибудь смотри я тебе могу на двух примерах объяснить я в 22 года был тупой то я был тупой в отношениях ну то есть типа я встречался своими ровесницами которые тоже были тупые в отношениях нас нормально абсолютно абсолютно нормально и я понимаю почему там я расставался и так далее у меня не было рядом человека который мне все объяснял который объяснял что виталий вот так неправильно например да не потому что ты плохой просто по-человечески так неправильно что виталий вот и хороший умный парень давай вот по-хитрому понимаешь вот вот мы вот так вот можем сделать да или или смотри вот у нас сейчас в отношениях вот так вот а представляешь вот если вот мы с тобой вдвоем возьмем мы можем вот так вот сделать мне не было такого человека никогда а когда в твоей жизни есть такие люди которые тебе объясняют которые тебе пытаются помочь я считаю что надо прислушиваться скажи честно ты винишь кого в том что ваши отношения не получились всегда в любых отношениях которые распадаются кто-то винит кого-то я всегда виню себя может быть где-то дотерпеть я не ну вот так вот понятно дело что я могу конечно ну я не буду в общем я я могу говорить больше но я не я во многих вещах венюсь сколько у тебя было всего отношений за твои 26 лет серьезных конечно 4 2 пор 3 хотя бы где-то поставить эти отношения эту историю про 4 кредита нормально ничего там у тебя с ним было в этих отношений сколько длились они длились очень ну они вообще периодами длились а то есть вы такие сходили расходились потом снова страсть восходили всегда была страсть в этих в этих отношениях кто бы чего не говорил из моих друзей в этих отношениях всегда была красивая была девочка безусловно все еще красиво я тебе не думаю даже не беспокойся думаешь реально что она будет окси ты думаешь твои бывшие будут смотреть это интервью все бывшие я всем хотел передать ничего я очень рад за вас честно я рад что некоторые мои бывшие вышли замуж ты думаешь ты их многом научил не знаю это пускай не ответит вот ложку дегтя не смог внести давай про треть короче красивая она была красивая молодая была еще моложе гораздо я тоже был молодой и как я говорил я для отношений делаю все ну типа по максимальному вообще в принципе ты мне даже так вот и обычно всех спрашивают что такое любовь я же готовился к этому я знаю что ты википедию уже вот и до принявили давай без что такое любовь давай сначала про кредиты но в общем я просто взял 4 кредита на нее она манипулировала я взял я взял на себя на себя это было очень весело мы говорим а ей на что нужны были на шубу я никогда не да не было шубы вот не было там все думают что я купил и там айфон и либо еще что-то нет просто просто нужны были деньги вот и все и все потом я стал платить нужно нужно было в серьезные деньги потратили провисели но мы сняли дом ну то есть ты получается в этом кредите частично тоже был задействован она не одна их тратила эти деньги но безусловно все ее винят ее никто не винит ее никто не винить в том-то и дело я ее ни в коем случае не виню конечно такой интересный вместе сняли там дома на что ли должна была платить за этот кредит правильно все те по делам будет да не так это вот баба опять супер и перевета пир перевертела нет все по-другому было оставим оставим этот раз на на любовь то вашу кредиты получается разрушили не а что страсть пропала них и кто пропал любовь наша разрушила вранье хорошо 4 девчонки с которыми ты строил длительные отношения так есть что-то объединяющие все разные абсолютно все я все или по отношению с каждой из них разный разный с последними двумя я был одинаковый просто ну в смысле не то что одинаковый у меня было одинаковое отношение с последними двумя сейчас будет получается что ты был одинаковый отношения не получились сейчас будешь менять тактику свою и останешься так я такой какой я есть абсолютно я ничего не скрываю сейчас я делаю то что мне хочется это не эгоизм типа есть эгоисты которые делают все для себя я делаю просто так как мне комфортно немножко но подстраиваюсь под своего человека думаю за двоих а думаешь за двоих еще это это моя любимая просто думал за двоих такой ощущение что ты заплатил мне за интервью не просто моя мама моя мама говорит что я находка для женщин конечно все мамы так говорят ты как думаешь ты находка для женщины в отношении к ней да ну типа но мне воспитывали так уважать женщину любить женщину хорошо но что касается характера я очень 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 сложно даже ты сложно мы пока не поняли если честно по крайней мере я поняла только тот момент что это вспыльчивый но для меня почему-то сложность характера с вспыльчивостью как-то не очень дружит но я дам тебе еще время немного разобраться в себе и в конце программы обязательно еще подведу итог задав тебе вопрос что в тебе не так дорогой мой друг бывшие отношения насколько ты ставишь точку если вероятность того что эти отношения еще может возродиться конец стопроцентный это там разбитую чашу можно же склеить нет не тут не не сейчас я буду думать короче просто все знают я не почему не хочу этого носить потому что все прекрасно знают про кого мы говорим науча еще фотки ваш вставлю нет есть и такие интересные чего вы идете ко мне в программу если вы говорите есть определенные вещи которые я прошу я чморить есть определенные вещи после которых я не вернусь к человеку меня задела фраза для меня ну типа это немаловажная часть то есть она не сделала ничего плохого ну типа вот так вот если копаться в этом ничего такого сверх ничтожного она не сделала хуже было гораздо в других отношениях просто я не смогу принять тот факт когда ты для человека делаешь все а он тебе говорит что ты никто вот этот факт я никогда не смогу принять больно тебе было неприятно ну да ладно окей не больно мне очень больно и знать почему докапываюсь до таких моментов потому что мне всегда интересно ты есть например чувство настоящий все всегда говорят что настоящее чувство там не бьются о камень потому что это появляется да ну то есть получается что не настоящие чувства и тут бат что-то сказали и ты такой ну окей чё давай реведерчи а из серии там бороться за свою любовь вся вот эта история казалось бы очень банально я так вот люблю знаешь вот эти вот фразы бороться за любовь из чего вы взяли что никто не борется за любовь ты как думаешь все сделал для того чтобы эти отношения свои страны даже больше то есть ты сам перед собой части я перед собой полностью честь это не значит какой-то идеальный за все свои за все уже все поняли я я за редакция в сетях поняла что ты не идеальны только не поняла в чем я ну все свои косяки я знаю сложно то что почему я загоняюсь ну это в тебе чисто связано то есть девушка просто что должна делать девушка которая там с тобой не трогать тебя или наоборот пытаться вытащить тебя из этой ямы загона а это по-разному она должна это чувствовать это необъяснимо это значит это значит это как с котом вот то есть но типа вот те пришел код и ты его такая знаешь вот обняла гладишь и он такой все хорошо и на спокойно бывает код вот на агрессии знаешь и ты просто поесть ему кинула он поел успокоился сам пришел ну это вот так вот образно говоря это чувствовать надо на то есть к твоему сердцу у твоей любимой должен быть ключ безусловно безусловно и тогда она попадет замок замок идеального мужчины да нет хорошо чё делать то будем как девчонку будем искать есть идея нет ну ты сейчас вот улетаешь дубай вот как нам быть 4 лайка поставили написали привет нужно быть легкой на подъем то есть такое пишет так то мне понравилось я покупаю билетосы почему нет ну я как я готов привести ее к себе домой вот почему не в дубай дубай герой нашего времени печорин господи не секс важен секс важен слушай самое главное по достоин все раз разговорились погнали я думаю что это знаешь как если я скажу отношения друг другу не все поймут вот семейное отношение друг другу когда вы семья мне не нужны отношения я вот так могу сказать простые отношения вот мне не нужны если вы вместе то вы семья сразу же с первой же минуты вот как только вы сказали вот взялись за руку и сказали мы вместе вы уже не пара вы семья и тогда у вас все будет по-другому когда вы относитесь друг другу как семья на сто процентов можешь ответить сам себе что тебе нужны сейчас отношения тире семья мне нужны семейные ты же еще пока не определился сам у тебя еще в голове каша относительно того кто ты что может быть завтра тебя занесет и не знаю в латвию послезавтра может быть тебе позвонят из черногории скажут чувак приезжай разрывать здесь танцпол и ты крутой платим тебе миллион баксов в месяц и что ты будешь везде таскать свою любовь я просто знаешь о чем думаю о том что у меня такое ощущение что происходит некая подмена понятий тебе кажется что тебе реально нужна семья отчасти это просто не понимаешь у тебя есть некий дискомфорт в пространстве когда ты один ты хочешь пустые углы кем-то заполнить окей понимаешь я тебе могу объяснить поскольку мы с тобой давно дружим год назад меня вспомнил но даже не год назад я как минимум был нормальный цвет волос я просто стал в это моложе я думаю что сейчас пришел тот самый период когда вот я понял что я хочу это касается семьи внешнего что тебя отталкивает всегда я тоже задаю этот вопрос запах очень сильно запах внешне сальные волосы кудри не люблю кудри ну не люблю кудри но я обращаю внимание на фигуру безусловно конечно я обращаю внимание на ухоженную девушку то есть я сам стараюсь следить за собой честно на что ты готов ради своей любви а это бы банально наверно на все ну прям вот на все ну кроме переезда да слушай но вы должны соски проколоть ради любви чтобы за любовь типа хочешь быть со мной проколи соски серьезно но это какое-то издевательство вы тогда да нет слушай что касается любви я я для своего человека сделаю все вот главный вопрос наши передачи что с тобой не так вот что с тобой не так почему ты один почему у тебя были отношения четыре раза серьезные и не все закончились и сейчас при всем таборе поклонниц ты свободен я думаю потому что я все-таки требовательным иногда чересчур я я долго держу в себе обиду бывает что знаешь вот если вот что-то произошло я потом будет припоминает припоминает припоминать хотя я уже это отпустил но только злопамятный наверное части до злопамятный и что сама не так я творческая личность мы подходим с тобой к завершению нашим и раз ты готовился я не могу не задать тебе вопрос ну что такое любовь я никогда не скажу человеку люблю если я не готов отдать жизнь за этого человека вот и все жизнь вот если если ну это да если ты не готов умереть за человека ты его не любишь но это так и есть соберись еще чуть ответь нормальный есть ответ ответы у меня есть много цитат на самом деле не надо мне цитаты нет и потом не говоришь чуть не так виталия давай назовем значит три своих самых крутых качества и три не крутых качества ну пожалуйста давай четко вот не размазываясь ладно сначала с положительных начнем давай загибаем первый добрый это сто процентов дальше сто процентов ответственную наверное подумаешь я добрый с чувством юмора хочу семью хорошо отрицательные хорошо вспыльчивый есть загон и в голове над пред artist впадает депрессию и 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 требовательный чересчур хорошо три качества которые должны быть девушки с формулируют пожалуйста и 3 которые не должны но соберись пожалуйста окей 3d2 качества которые должны быть давай важных самых для тебя воспитанность так ну порядочность воспитания воспитания да то есть вот этого должно быть она должна следить за собой внешне внешне в духовно то есть вот это вот все должна быть в голове сам и собой понимаешь гармония с собой собой потому что я не в гармонии третье немаловажно и должна уметь поддерживать хорошо выслушать поддержать то есть что не должно быть не до что не должно быть эгоизма и жесткого эгоизма я тебе так скажу вот ну то есть типа знаешь когда эгоизм стоит вопреки всему она должна быть там по банальным вещам пойдем типа верность там туда-сюда и она должна быть чего не должно быть серости в тихом амуте чертево на зиме нет вот типа скучно а скучно ну как как знаешь как вот амеба как амеба да не должна быть лёгкая на подъем что значит типа йоу-камон вот мы сегодня с тобой у тебя выходной у меня выходной все полетели шланг понятно что ничего не понятно как говорится обратимся давай давай вот что мы хотим с тобой сказать будущей жене твоей будущей жене которые сейчас смотрят на тебя все хотят в дубай очень сильно да не в дубай дело я хочу чтобы ты просто было рядом вот и все я хочу чтобы ты просто держала меня за руку и мы шли с тобой вперед вместе вместе не по отдельности а именно вместе вот и все очень еще хочешь сказать я даю тебе такую возможность можешь выговориться парень приезжайте дубой и пишите виталия в директ но правильно пишите не желаю лайк либо просто привет как дела и не знакомиться на во время работы пожалуйста после 2 и песни про комету завершим все без тебя не то лечу к тебе словно там это и даже потом пистолет а я найду тебя я найду тебя